Музыка Здравствуйте, дорогие огородники! Ну вот, видите, солнышко светит, и мы стоим с вами на огороде перед готовой грядочкой. Я такую грядочку называю рассадная грядочка. Вот именно сейчас в эту рассадную грядочку мы будем сеять на рассаду все виды капусты, цветочки какие-нибудь разные. Ну вот, к примеру, такие вот цветочки, как кариопсис, настурцию, мирабелис, кларкию, гадецию, гайлардию, доротеантус, цинию все, целозию, гелихризум, все виды бархатцев. То есть вот такие вот цветочки мы сегодня будем сеять на эту грядочку. Сделано, видите, грядочка уже разделана у нас, рядочки указаны. У каждого рядочка стоит вот такой вот ножичек одноразовый, а на нем карандашиком будет написано, что в этот рядочек посеяно. И ножичек сюда втыкается. Это для того, чтобы вы не потеряли. Плюс ко всему, вы должны обязательно взять бумажку и все это написать на бумажке. Первый, второй, третий, пятый ряд, что у вас посеяно в каждом ряду. И умудриться, эту бумажку не потерять. Это по цветочкам. Но самая-то главная задача наша – это капуста. Сажать капусту рано дома на рассаду очень не есть хорошо. Потому что для того, чтобы капуста хорошо росла, ей нужно много света и очень низкую температуру. Такую температуру мы в доме сделать не можем. Высаживают, если есть веранда, если есть холодная лоджия, то тогда в апреле месяце высаживают, сеют на рассаду капусту. И получают вот на сегодняшний день уже вот такую вот рассаду разных капуст. Это вот рассада, выращенная в теплице с отоплением. То есть не в наших условиях. А вот я, например, всегда рекомендую, если хотите иметь хорошую свою рассаду капусты, мы ее сеем вот в эти дни. Конец апреля, начало мая. Под укрытие, конечно. Сейчас мы посеем, прихлопнем, притопнем, польем и обязательно поставим укрытие. Потому что то, что сегодня тепло, это не значит, что завтра не будет холодно. Морозы еще будут. И вот что же мы с вами с капустами должны знать. Вот белокочанную капусту любят больше всего в России. Вот европейские, значит, огородники предпочитают совойскую капусту, брокколи, цветную, листовую, черешковую. А белокочанная, там она не совсем пользуется большой популярностью. У нас же белокочанная капуста самая популярная капуста. Почему? Вот мы, например, сажаем такие белокочанные капусты. Сортов у нас сейчас море белокочанных капуст. Вот здесь, значит, мы, к примеру, крюмон, она и на засолку, и на хранение. На хранение капуст очень много колобок, зимовка, значит, каменная голова, значит, много-много-много. Эти капусты отличаются чем? Они очень плотные, твердые, и осенью солить их очень нехорошо. Но когда они полежат 3-4 месяца, вот сейчас весной, это очень сочные, хорошие кочаны капусты. За солочные капусты, значит, вот, смотрите, русский размер, вот краудман, это голландская капуста, она устойчива к келе, но и дороже, естественно. Ну и наша сибирячка, харьковская, белорусская, слава, СБ-3 сортов очень много, очень много. Вы выбираете то, что вы хотите. По белокочанной капусте. За белокочанной капустой стоит совойская капуста. Вот такая вот капусточка совойская. Чем она хороша? Она по питательным веществам немножко превосходит белокочанную. Она растет точно так же, только лист у нее, как видите, такой сжатый очень. Самое замечательное на салаты, на голубцы. Капусточка нежная, но, конечно, долго храниться она не будет. Она максимум будет храниться до декабря месяца. Это из качанных. Ну, из качанных капуст мы еще знаем краснокочанную капусту. Но краснокочанная капуста она идет в основном как на салаты. Хранится долго, долго. Из листовых капуст мы уже с вами говорили. Такие листовые капусты, как вот такая вот листовая капуста у нас пользуется спросом. Очень вкусная, красивая, декоративная капуста. Вот листовая капуста пакчой. Видите, какие у нее черешки. Вот, и тогда эта капуста, вот сочные черешки, они очень вкусные, значит, и очень быстро растет. Ну, всем известная более-менее это пекинская капуста. Тоже много разных сортов. Вот если мы посмотрим, вот она пекинская капуста, вот ее рассада. Вот, сейчас на ней ничего не видно, но черешки уже жирненькие у нее. Она уже будет давать вот такой красивый, вкусный, значит, ткачанчик салатный. Пекинскую капусту мы можно сеять несколько раз за сезон. Виды цветной капусты. Цветная капуста у нас бывает самая разнообразная. Как вы видите, вот такая, вот цветная, белая. Но в основном вы привыкли к белой капусте. Более-менее вот такую капусту сажают. Цветную такую капусту мало кто сажает. Но она вкусная, такая же, как и белоцветная, белоголовковая цветная капуста. Брокколи. Брокколи еще вкуснее. Она отличается от цветной капусты тем, что она растет в высоту. У нее, значит, зеленые головки, которые можно кушать. И вообще у брокколи можно кушать все до самого основания. И ствол, и листья, и саму капусту. Хороша, конечно, капуста брюссельская. Вот такая вот, у которой на стволе растут маленькие качанчики. И эти качанчики можно, с этими качанчиками можно делать абсолютно все кулинарные премудрости. Она очень полезная. Отдельно стоит среди капуст капуста кальраби. Кальраби – это капуста, которая вот сначала она вот такая вот, на ней ничего не видно. Но потом у нее в этом месте начинает развиваться плод, корнеплод. Но он будет наверху, такой типа репы. И когда кальраби достигает в диаметре 5-6 сантиметров, ее надо снимать. Самое важное, что у кальраби надо вовремя снять эту капусту. Тогда она нежная, вкусная, ее можно жарить, тушить, делать, натирать салатики, ну, все что угодно. Зато кальраби по содержанию витамина С превосходит даже смородину. Ну и плюс ко всему мы ее сеем несколько раз за сезон. Видите, какое разнообразие капуст. Большое разнообразие. Как же мы все-таки должны сеять капусту? Сеем мы капусту неглубоко. Вот мы сделали вот такие рядочки. Вот они, да. В эти рядочки мы с вами посыпем вот так вот. Этой самой золы. Видите, вот так вот. Вот такой подготовленный рядочек. Поливаем. Как полить? Полить надо раствором фитоспорина. Вот сделаете раствор фитоспорина и рядочек хорошо польете этим раствором. После этого укладываете семечки. Ну, семечки бывают разные. Вот, допустим, голландские семена, они очень мало семечек. Вот они, видите, сколько. Но они обработанные. Замачивать их не надо. Вообще семена капусты мы не замачиваем. Хотя можно замачивать. Вот эти вот, каждое семечко надо положить отдельно. Ну, хотя бы на расстоянии 3 сантиметра. Вот так вот. Вот. На таком вот расстоянии. И тогда, значит, уже в мокрую земельку. И когда вы посеяли семечки, вот так вот аккуратненько закрываете рядочек, прихлопываете слегка. Вот. Увлажненные. И это мы посеяли капусточку. Всходит капусточка в течение от 5 до 10 дней может сходить капуста. Вот. Когда она взойдет у вас, сразу не дайте ей вытянуться. Но она в этих условиях вытягиваться не будет. Вот тогда, сейчас чувствуете, мы не добавили никаких удобрений, кроме золы. А вот когда она взойдет, вот тогда вы можете полить эту капусточку обычной калиевой селитрой, или кальциевой селитрой, или даже, до конца, аммиачной селитрой. Слабеньким раствором. Для чего? Для того, чтобы она хорошо начала расти. И под этим укрытием капусточка очень быстро у вас начнет расти. Какие требования к капусте? Вот смотрите, вот эта краснокочанная капуста, ее сразу видно, она уже красного цвета, у нее вот кочаны. Ой, не кочаны, рассада у нее уже красненького цвета. Вот эта вот у нас рассада, значит, это цветная капусточка. А вот эта вот рассада, ранняя капусточка. Я хочу сказать, очень часто, когда вы покупаете рассаду, вы задаете вопрос, ранняя капуста или поздняя, или засолочная, как определить в рассаде? А в рассаде определить эти сорта капусты, оказывается, не так трудно. Вот если мы смотрим, видите, листочек ранней капусты. Он с зазубринками, но он ровненький, ровненький. А у поздней капусты, засолочной у нас нет еще этой рассады, у нее вот этот центральный носик выдвигается вот так сильно вперед. То есть лист уже не ровный, круглый, а лист как бы вот такой вот с вытянутым вот здесь вот носиком. Вот тогда вы точно, вас никто не обманет, что эта капуста будет у вас засолочная или поздняя, но никак не ранняя. Требования к капусте какие? Какую капусту можно уже пересаживать? Вот видите, вот это вот семидольный листочек, а вот это вот пошли настоящие листочки. Вот у этой капусты четыре настоящих листочка. В принципе, эту капусту уже можно сажать на постоянное место. У нее нормальные разложились листочки, сердцевинка идет нормальная, вот здесь видите, вот сердцевинка идет, дальше идет. И когда вы будете сажать, сажать вы будете ее под семидольный листочек. Вот как он сидит в этом горшочке, так и будете высаживать. При высадке обязательно уплотняйте землю возле корня, не возле вот здесь шейки. Некоторые так корень посадили, а возле шейки хорошо обмяли. В результате надавили на шейку и повредили ее. Потом может быть плохо. А вот когда вы высаживаете вот так пальчиком у корня, у корня хорошо подожмите почву. Тогда капусточка будет у вас хорошо приниматься. Ну и, конечно, при высадке вы должны опять-таки полить, значит, лучше всего это фитоспорином. Можно применять аллерин, если у вас на участке были заболевания грибковые на капусте. При этом надо еще не забывать наших вредителей. В это время сейчас начинается активизироваться личинка совки, начинают активизироваться трипсы и двухвостки. Против них мы применяем прежде всего такой препарат, как землин или провотокс, действующий веществодиазенон. С золой присыпаем. Дальше, значит, уже в серединке мая, если будет очень жарко, нас посетят самые страшные вредители капусты. Это крестоцветные бложки. Чтобы они не посещали, когда у вас капусточка уже взойдет и даст два настоящих листочка, посыпьте всю грядку смесью табачной пыли и золы. Можно смесью табачной пыли и горчицы. Можете добавить немножко горького перца. Но это надо припудрить всю грядочку, где у вас будет сидеть рассада капусты. Ну вот на этом мы заканчиваем сегодня наш разговор о рассадной грядке. Вот эта рассадная грядочка у нас будет до конца мая. В конце мая мы снимем. У нас тут вырастут цветочная рассада шикарная, капустная рассада шикарная. И мы будем выбирать и рассаживать по огороду где-то числа 25 мая всю нашу полученную рассаду. А на эту грядку посадим рассаду перцев или томатов. Успехов вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова